Как сделать дыру в стене в Source Engine? Нужно взять два объекта и в один клик мыши вычесть один из них с помощью булевой операции Carve. А как сделать то же самое в Source 2? Через жопу. Ладно, вариантов на самом деле много, но как таковой функции Carve в редакторе нет, а это значит, что времени будет затрачено на проделывание такой примитивной работы больше, чем в древнем редакторе. Перейдем к делу и рассмотрим разные варианты, правильные и не очень. Если вы пришли сюда из первого Source, то по привычке можете начать строить окно или дверной проем, наложив кучу из примитивов. Это просто, но неэкономно. В конце концов мы не в Майнкрафте. Поверхности, которые не будут видны в игре, не должны участвовать в компиляции карты. Так что их удаление займет еще больше дополнительного времени, а нам этого не нужно. Тем более, для дальнейшего удобства в работе, вам потребуется еще и группировать примитивы в один объект, с общими ребрами, что также отнимет ценное время. Поэтому такой способ можно назвать дилетантским. Способ второй. Размещаем один примитив-бокс. Выделяем обе стороны стены, и с помощью инструмента масштабирования и зажатой клавиши Shift делаем рамочку. Окошко готово. В режиме редактирования ребер можно сшить пустоты, используя клавишу B. Если нам нужен дверной проем, удаляем лишние грани и опускаем ребра вниз. Опять же, этот способ подходит только в том случае, если вам необходимо оставить внешние грани видимыми в игре. Следующий способ походит на предыдущий, но вместо рамочки мы используем Ctrl плюс D для разделения двух сторон стены на новые грани. Выделим обе линии. Закольцуем клавишей L и добавим фаску клавишей F. Ненужные ребра по центру можно удалить. Клавиша Backspace. Затем горизонтальные линии выделить и подтянуть вверх. Удаляем ненужные грани, а затем соединяем ребра с помощью клавиши B. Верхние ребра можно удалить, а если хотите, можно добавить новые по бокам, используя клавишу C. А теперь мой любимый способ. Примитив Quad, рисуем на полу полотно. Одно из ребер с зажатой клавишей Shift вытягиваем вверх, тем самым экструдируем новый полигон. Лишнее можно удалять. Теперь клавишей C просто рисуем вырез дверного проема. Выделяем нужную грань и перемещаем зажатым шифтом внутрь, делая углубление. Грань можно после удалить. Кажется все, но нет. Для нормальной работы с группой сглаживания ваши полигоны должны иметь не более четырех углов. То есть нужно добавить еще дополнительные ребра сюда. И будет красота. Теперь о копировании и отзеркаливании. Для копирования Shift плюс перемещение в нужную сторону. А чтобы отразить объект, связка Ctrl-Shift и клавиши L или K. После объединим два объекта в один, клавиша M, и уберем по желанию лишние ребра. Backspace, разумеется. Все просто. Также объект можно отзеркалить еще быстрее с инструментом зеркала, что будет более разумно. Последние два варианта для создания отверстий. На этот раз сложной формы. Создайте стену, как потенциальное полотно. С помощью пипетки измените ориентацию сети Хаммера. Теперь создайте примитив цилиндр поверх этой стены. Сеть можно вернуть в исходное состояние, а стену и вовсе удалить. После выделяем все полигоны, кроме лицевых, краней. Масштабируем с клавишей Shift для создания рамочки, края которой достигают общего радиуса в 128 юнитов. Теперь можно выделить ненужные грани и удалить их. В режиме ребер шить пустоты клавишей B. Дело осталось за малым. В режиме точек выровнять стену с помощью Ctrl-B и подтянуть все по красоте. Напоминаем, что невидимые грани в игре лучше будет удалить. Последний на сегодня способ работы. Начало такое же, как и у прошлого. Только вместо цилиндра мы начинаем рисовать полигон тулом поверх стены. Что-то вроде будущей дыры. Но это может быть и наоборот каркас. Тем, кто работал в 3D Maxx с модификатором Lace, будет проще понять логику. После того, как каркас готов, удаляем полотно. Возвращаем сеть на место и выравниваем точки. Подтягиваем края. Осталось только удалить место для дыры и дать объем этому новообразованию. Как видите, все просто и понятно. Если вы знаете еще способы для создания дыр в Source Engine 2, то напишите об этом в комментариях под этим роликом. А мы прощаемся. Удачи, тамодачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...